Это как перед днём рождения или какой-то детский праздник, когда каждый ребёнок может сказать, что он хочет получить. Такой подарок, так? У всех есть такие желания или нет? Я не вижу. Вы что, забыли уже? Ну, о чём ты мечтал, чтобы вот какой подарок тебе дали? У тебя есть? Ну, я смотрю по твоей физиономии, что есть. Ты ещё так продолжаешь говорить папе и маме? Нет? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Есть у тебя папа и мама, и я тебе обещаю, что ты их обнаружишь. Они на самом деле у тебя есть. И они просто изо всех сил хотят дать тебе подарок. Только они у тебя спрашивают. Что ты хочешь? Наш дорогой сын спрашивает так тебя. Папа, мама спрашивает. Ну, и что ты им говоришь? У тебя есть что-то, что-то попросить? Спросить. Какой подарок ты хочешь? Ну, Теренс, что ты хочешь? Есть тебе что сказать? Нет, ну, на самом деле, что ты хочешь. А не просто там какой-то лицемерие. А ты должен сказать папе и маме, я хочу, чтобы вы из магазина принесли мне книгу по арифметике в подарок. Ну, ты, разве ребёнок такой хочет? Ну, нет, конечно. Значит, ты должен сказать им то, что есть у тебя в сердце. Но ты должен знать. Я хочу пистолет. Папа и мама не купят тебе их. То есть, сделай своё желание, как их желание. То есть, ты должен прийти к таким желаниям, чтобы, соответственно, этому желанию есть готовое наполнение с их стороны. Это называется «сделай своё желание, как его желание». Желание высшего. Так тебе надо поменять себя, усовершенствовать себя, чтобы ты на самом деле захотел того подарка, который он тебе приготовил. Что ты хороший мальчик, и ты выбираешь как раз тот подарок, который папа и мама приготовили тебе. То, что для тебя только это хорошо. Ну, Нив, что с тобой? Так что ж ты хочешь? Какой подарок? Силу просить от группы. От группы. Ага. От группы. Вот смотри. Вот у Ханаха есть. У меня есть вопрос по этой теме. На протяжении дня, и есть много раз, когда я чувствую, на самом деле, желание, когда я чувствую, и когда это достигает этой точки дозора, всё пусто, нет ничего. Ну, пусть у тебя будет возможность выяснить. Это нормально, абсолютно нормально. Почему нет? Всё делается сверху. Теперь тебе вычищают территорию, и посмотри, что у тебя действительно нет никакого требования. Почему это так всегда? Ну, а что поделаешь? Тебе сейчас дается возможность получить, и нет у тебя потребности. Вот пока здесь не будет такой нужды, крика, такой потребности, что вот, а, если не сейчас, через секунду, нет, 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 я уже не могу больше. Сейчас. И вот это правильное. И получаю. Как прийти к этому? И это ты можешь попросить. Если это важно, чтобы у тебя было такое желание, и нет у тебя желания к этому, и вот желание к желанию к желанию, начни, ну, хотя бы ты сидишь здесь, и есть у тебя некое начало. Вот с этого начала начни просить. Почему я не хочу? Почему я захочу? Почему я захочу? Ну, короче, начинай. Чтобы было желание. Чтобы было желание перед тобой, я нахожусь, я хочу почувствовать, что я нахожусь перед тобой, что тогда было бы у меня желание обратиться к тебе. Это значит, что, чтобы было желание перед тобой, Творец наш, то есть Он сейчас определяет все, и также Творец отцов наших, то есть Он определил все предыдущие шаги и привел тебя сюда. И с этого момента и дальше есть у тебя уже история целая, вы уже связаны, и с этого момента и дальше ты можешь уже развивать с Ним новые взаимоотношения своими требованиями.